привет всем кто смотрит мой канал меня зовут марина сегодня покупки я уже снимала одно видео минут 20 назад но мне не понравился свет снимала и на улице сразу когда получила посылку сегодня у нас распаковка посылки но так как я уже распаковала то есть я засняла но удалила это видео мне не понравилось как там я выгляжу поэтому давайте все сначала но с другой стороны хорошо я не буду шелестеть заказывала я уход и два продукта покажу вам декоративных так с чего начнем давайте начнем с умывалки наверное почему-то в интернет-магазине у меня пал взор на умывалку от эйвон не знаю почему мне понравилось как оно оформлено и здесь написано что с витамином е то есть для сухой раздраженной кожи подходит 150 миллиграмм цену я не знаю называть не называть я все бумажечки выки выбросила поэтому ну скажу скажу так что недорогое что-то по моему около 100 крон или 100 крон с чем-то ну как то так вот не знаю еще не пробовала потому как только получила вот такая вот пеночка здесь будет все выходить расскажу когда уже попользуюсь до свое мнение скажу о ней поэтому ну пока что сказать нечего вот такая вот если у кого-то если кто-то пользуется такой пенкой напишите мне пожалуйста как как она вам нравится не нравится и в комментариях под видео буду ждать дальше дальше тоник уход у меня от алцина такой бренд есть это по моему германия алцина купила я тоник с аха кислотами и он идет как для смешанной по моему жирной кожи как-то так но он стягивает поры там написано что он подходит для как сказать для чувствительной кожи поэтому а сейчас я хочу заняться своим лицом и осенью зимой до до весны из как бы пользоваться кислотами с перерывами тоже практики у меня с кислотами нету я использовала некоторые там а кислотный пилинг у меня есть но это все очень слабенькая поэтому если вы пользуетесь кислотами да для лица если у вас сухая склонная к покраснениям и аллергиям кожи на лице то напишите мне как вы используете кислоты какие кислоты поэтому я могу конечно прочитать это все в интернете но было бы хорошо если бы с девочками пообщаться и кто-то рассказал о своем опыте поэтому да вот такой вот тоник тоже если у кого-то есть напишите здесь 190 миллиграмм заказ я делала в интернет-магазине здесь чехия 150 миллиграмм вот так вот помпочка интересно ой я тут немножко уже пыталась и немножко выдавила давайте на руку тоник вот такой прозрачный тоник имеет такой приятный аромат легкий совсем то есть кто придирчив к ароматам к запахам то он не раздражает такой вот какими-то витаминками что ли пахнет как-то так кстати увлажняет хорошо несмотря на то что для жирной кожи для смешанной жирной кожи такое увлажнение прям это как знаете ложите диск ватный нажимаете он пропитывается и протираете то есть без носика вот такой вот дальше дальше покажу вам заказала биленду сыворотку кислотная тоже аха кислоты до здесь или как 10 процентов написано можно использовать и днем и ночью посмотрела где видео оси оля она украинка но живет в польше да вы все они знаете я думаю потому что она очень давно ведет свой блог и мне она нравится у нее тоже сухая кожа тоже такая вот похожа на мою поэтому я иногда просматриваю видео именно с уходом да да и там с декоративной косметики у нее очень интересный как сказать канал поэтому я просматриваю иногда вот такая тоже напишите если вы используете такую сыворотку отзывы тоже я смотрела хорошие я как бы вы знаете она очень приятно пахнет я думала на без запаха вообще очень приятный аромат такой у нее такая прозрачная 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 кстати вот здесь где тоником я прошлась прям кожа увлажненная посмотрим после сыворотки как у меня очень приятный такой аромат вот сначала какое-то ощущение липкости есть но вот сейчас подсыхает и все это все уходит интересно и кожа такая приятно но рука это рука а лицо это лицо увидим что еще еще масло я повторила салос я вам показывала я показывала масло розы этого бренда салос это чешский бренд натуральной косметики и показывала что я покупала и себе и сестре потом я снова повторила такое масло в украине он тоже представлен в интернет-магазине но как-то мне по моему разница есть вот как-то запах может я как-то не но предвзято отношусь и первый раз я не так тщательно может я аромат не слушал я не помню но мне как показалось что она немножко какое-то не такое повторюсь это только моё впечатление поэтому масло розы мне понравилось она у меня закончилась и вот это вот четыре дня я была без масла и это же нет я остаюсь с маслом просто за сейчас заказала масло граната почему масло граната объясню потому что она подходит для сухой раздражительной склонной к аллергии кожи еще плюс она сразу идет как для возрастной кожи то есть убирает морщины и разглаживает залечивает там прыщички и тому подобное то есть ну по отзывам и потому что писали об этом масле я захотела его взять посмотрю так как масло розы мне очень понравилось вот это вот тоже посмотри вот видите вот здесь он она более насыщена масло вот свет сам им и масло розы такое же было а вот когда я купила в украине она не такое насыщенное было вот я не знаю как это объяснить она была светлее прямо вот светлее увидим ладно так что да девочки и почему потому что я вот пользовалась просто сыворотками раньше затем я взяла масло розы и когда я утром стою и умываюсь у меня нету ощущения стянутости у меня увлажненная напитанная кожа мне это нравилось а сейчас когда я вот четыре дня была без масла ну прям я не знаю но и сыворотка хорошая и крема хорошая но чувств умылась и чувство стянутости присутствует поэтому масло я не бросаю масло я оставляю в своем уходе и посмотрим как мне масло граната подойдет дальше крем для лица алцина это тот же бренд вот который тоник алцина здесь уже гиалурон 2 0 50 миллиграмм как я уже сказала это бренд по моему германия вот так просто обыкновенный крем как бы с гиалуроновой кислотой он идет и он идет возрастной тоже для профилактики морщин там и тому подобное увлажнение питания приятный аромат такой ненавязчивый хорошо вот по ручке разносится не знаю как на лице будет посмотрим тоже у меня вы знаете кожа такая вредная она не все крема принимает поэтому да извините извините немножко оторвалась положи пожалуйста одеяло на кровать алекс алекс алекса давай вот так что тоже увидим почему я купила именно алтину я уже на нее присматривалась еще прошли раз когда была в чехии а тут сестра моя купила такой уход и я говорю ну как тебя ну она она сказала что вроде неплохо одну не знаю но посмотрим у нас немножко конечно кожа разная но увидим купила такое и под глаза тоже кстати отзывы читала и говорили что прям но суперский крем поэтому не знаю увидим купила под глаза та же серия гиалурон ай гель это гель это не крем а гель да действительно он прям прозрачный сейчас покажу вам вот он он прям гельчик такой тоже аромат такой же как у крема про вот этот вот гель писали что он прям хорошо подтягивает кожу вокруг глаз выглаживает вот более такая она становится как бы тонизированная такая немножко подтянутая тоже не знаю тоже увидим здесь 15 миллиграмм и стоит она 300 300 с чем-то крон то есть но это на наши на гривну будет где-то 400 с чем-то вот туда к пятистам 15 миллиграмм ну как бы не не бюджетно скажем так там посмотрим ну вот он такой вот видите прям прозрачный его я так понимаю нужно совсем немножко так что увидим вот эту этот бренд алцина вообще-то она считается как аптечная потому что она здесь продается в аптеках но не знаю увидим дальше дальше у меня еще одна маска я забыла принести маски я купила две текстильные маски от миша аква фрэ аква гиалурон или аква фреш как-то так они золотистых таких упаковках две штучки купила я вам обязательно покажу просто не хочу сейчас опять бежать купила еще такую ночную маску 50 миллиграмм тоже от эйван почему знаете почему я вот и и умывалку купила я смотрела просматривала недавно канал натали на нафи по моему наташа нафи и она показывала отзывы она иногда у нее есть вот эти или рассылки делают присылают не знаю или она сама покупает на делает обзор на эйван и вот я у нее увидела как раз этот ролик о котором она там об уходе рассказывала умывалку я не помню по моему не показывала вот она маски показывала и вот такую тоже маску она показала это ночная маска здесь такой преградка идет но тоже я и как бы и отзывы читала и вот здесь вот такая вот видите полупрозрачный гель и вот эти вот шарики вот вы в этих шариках находится гиалуроновая кислота и когда вы вот по лицу разносите они лопаются и и вот это вот влага идет как бы остается на коже и работает на ней ну то есть вы видите что у меня все на кислоты гиалуроновая кислота то есть увлажнение я хочу немножко немножко поработать над своим лицом так как я не делаю уколы мне 38 год и я за все время вот единственное что я делала я делала чистки и все я не делала никаких уколов не увлажняла лицо хотя это надо мне давно говорит косметолог что надо но пока я не решаюсь вы знаете вот пока что у меня нету такого чтобы я посмотрела зеркало и ой боже мой нужно бежать быстренько делать уколы а вот на уход там крема сыворотки это я дело люблю и вот я сейчас вот хочу кислотами поработать маселками вот масочками вот побаловать свою кожу скажем так и посмотрим что из этого получится вот я насколько перепробовала сыворотку потом что это маски маску попробовала до тоник у меня сейчас рука прям вот если сравнить с этой нежная такая увлажненная хорошая дай бог чтобы так на лице было вот это что касается ухода конечно я вам еще расскажу об этих продуктах что мне понравилось что может не понравится но будем надеяться что все понравится и покажу два продукта которых я недавно приобрела буквально вчера и сегодня вот мне пришло в посылки это я в интернете заказывала потому что намного дешевле в интернете если здесь покупать в дм это карандаш максфактор для губ он сейчас у меня на губах 10 оттенок red rouge классные вы знаете что я люблю серию вот этих карандашиков максфактор они обалденные они подойдут для визажистов то есть они идеальные просто вот гош и максфактор вот эти они просто идеальные они не сушат губы они хорошо ложатся не подчеркивают никаких шелушений и очень стойки вот эти даже максфактор у них стойкость больше чем в гош поэтому классные карандашики я хочу себе купить теперь у меня два еще хочу некоторые оттенки но вот если бы имя покупать то он стоит 200 с хвостиком крон а я купила в интернет-магазине за 100 или 27 или 50 ну то есть вот как-то так вот разница как бы ощутимая поэтому да и смотрите сегодня вчера дочка моя покупала палетку себе теней от эссенс и я там увидела однушки вот такие вот это значит мэлтед хром в оттенке 02 алекс алекс он себя плохо чувствует оставил в покое вот скоро зайчик а вот такие вот тени когда вы их вот дотрагиваетесь они такие как будто я не знаю как это назвать очень приятные и они как бы сухие посмотрите это это чудо просто это зеркал зеркальный эффект такой я перед этим вчера позавчера я их протестила и потом когда я вышла с магазина я говорю блин какие классные тени смотрите сегодня они у меня на глазах они шикарные просто вот они шикарные там есть еще оттенки поэтому я еще вернусь и возьму себе есть более розовый то есть вы его можете нанести совсем легко и она будет вот знаете еле-еле такой вот вот говорят металлический эффект да а мне вот как как мокрая кожа если вы немножко вот нанесете вот видите но это еще не все вот если на солнце посмотреть это просто сказка это красота вот так и вот более насыщена потом менее насыщена и вообще слегка вот как-то да так вот и вот когда вы наносите тени сегодня их нанесла они они безумные и у них вот они как шок они и не сухие и не кремовые и не я даже не знаю как их назвать они вот как шок то есть вы его так вот делаете он как шок очень красиво ну просто красота смотрите видите когда его растираешь то есть они стойкие и они вот алекс и они вот оставляют после себя такие как будто капельки ну то есть ну красота там есть такой прям медный оттенок мне хочется его взять как акцент где-нибудь в макияже сделать вот так вот это вот 02 melted chrome и еще там есть более так вот такие вот серебристые ну как девочка одна рассказала говорит как металл ну да может быть как металл но мне вот все таки влажность влажная эффект такой очень красиво я даже не ожидала девочки кто пробовал напишите как они вам обалденные тенюшки и я их куплю еще несколько разных оттенков вот если бы их еще ну пускай будут в однушках идеальные идеальные тени почему в палет я вот удивляюсь некоторые бренды зачем так делать вот они выпускают однушки они обалденные essence также выпускал вот есть такие палетки палетки теней но там совсем другое качество почему так ну выпустите вы палетку с такими вот тенями но почему нет ее раскупят она она они обалденные просто новых я даже не знаю они смотрятся очень дорого крутые просто крутые ну вот просто не хватает света солнце нужно вот вы бы вот тогда видно всю красоту все равно вот не передает камера такого вот этого эффекта вот влажности вот этого блеска но классные поверьте мне на слово классные можно пойти магазин подойти к стенду essence и просто протестировать увидите хорошие тени на этом все вот это мои все покупки обязательно повторюсь что расскажу вам о дальнейшем как она мне это все подошло не подошло как реагировала моя кожа на этом все подписывайтесь на мой канал этим вы способствуете моему продвижению ставьте пальчики вверх или с пальчики вниз комментируйте все это помогает мне развивать мой канал и большое спасибо за ваши подписки за ваши комментарии иногда я забываю благодарить но знайте что я благодарна каждому подписчику каждому комментарию каждому пальчику вверх даже пальчику вниз я тоже благодарна потому что это как бы подталкивает нас работать да над своим над своими над своим каналом и улучшать его поэтому до новых встреч увидимся пока